Сейчас с нами на связи Игорь Рейтурович, украинский политолог, с ним детальнее будем обсуждать то, как Украина, собственно, выходит из такой тяжелой ситуации, постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры государства. Игорь, здравствуйте, как всегда, вас рады приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Financial Times, издание в своем традиционном таком дайджесте военном о ситуации в Украине, полномасштабной агрессии России против Украины, писал о том, что в том числе вот одна из, как будет в дальнейшем, ситуация изменяться на поле боем, так немножко сейчас в военном плане, но для России это военно-политический аспект исключительно. Так вот, говорит о том, что несмотря на то, что вскоре зима и ситуация на фронте может поменяться кардинально, где-то, где-то, возможно, не так кардинально, как хотелось бы Киеву в том числе, Россия продолжит такие обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, что в принципе логично. Да только на общую ситуацию на фронте это не влияет. Массовые обстрелы Украины со стороны России, вот подобные, да, последних недель, они начались, если мне не изменяет память, вот с 10 октября. Особых преференций по критической инфраструктуре, особых преференций на поле боя на фронте, на Херсонском направлении, на Харьковском, Донецком, это не приносит Российской Федерации. Но это же не значит, что перестанет Россия обстреливать инфраструктурные объекты Украины, ведь на это нужна не только военная воля, но и политическая, не так ли? Ну, безусловно, и про политическую волю прямо сказал Путин. Он сказал, что удары по критической инфраструктуре – это, по сути, ответ на ту беспомощность, которую российская армия, ну, в конкретном случае военно-морской флот, демонстрирует на поле боя. Поэтому это история про то, что эти обстрелы будут продолжаться и дальше, к огромному сожалению, потому что Россия ничего не может изменить в военном плане. И она будет заниматься тем, чем она занималась сначала в более меньшем формате, теперь в более большем формате, после 24 февраля. То есть, по сути, терроризмом на государственном уровне нанеся удары по гражданской инфраструктуре. Но, знаете, я более чем уверен, что, возможно, с одной стороны, они даже несколько увеличат с началом зимы и началом реальных холодов, хотя Гидрометцентр нам говорит, что зима достаточно мягкая будет, и это на самом деле хорошо. Так вот, возможно, они даже усилят некоторым образом эти обстрелы, но вот даже в вашем сюжете предыдущем правильно было сказано. Помощь-то как раз наших партнеров в контексте именно противовоздушной и противоракетной обороны увеличивается, и рано или поздно будет достигнут определенный баланс, при котором даже увеличение и ужесточение этих обстрелов не будет вообще приводить к тому рефекту, на который рассчитывает Российская Федерация. У нас ПВО уже и сейчас сбивает подавляющее большинство ракет, которые они запускают. Рано или поздно, когда мы получим еще дополнительные системы, эффективность этих обстрелов будет вообще минимальной. Но Россия опять-таки их будет продолжать, потому что это очень важно для них с точки зрения внутренней политики, показывать внутреннему пользователю, что у нас есть какие-то успехи. Вон украинцы без тепла, света, газа находятся, и какую-то часть населения это пока радует. Понятно, что рано или поздно они тоже начнут задаваться вопросами, а какой смысл во всем этом, если похоронки как приходили, так они и приходят, причем даже их количество существенно увеличилось. Но при этом мы рассказываем, что мы там бомбим инфраструктуру критическую Украине, может быть надо что-то менять на поле боя. Ну и тут замкнутый круг, поскольку на поле боя ничего поменять не можете, тут надо либо убираться со страны и говорить о том, что все, мы как бы уходим, мы там войну проиграли и так далее, либо пытаться еще цепляться за такие террористические методы. Что выберет Россия? Ну мне кажется, тут ответ однозначен, они будут до конца хвататься за этот терроризм, но опять-таки, еще раз повторюсь, он не будет им со временем приносить того эффекта, на который они рассчитывают. Сейчас эффект определенно они получают от этого, да, и вы сейчас об этом заговорили. Единственное, стоит еще и посмотрим еще с одной стороны, это о том, что вы говорили, как только такие процессы происходят, все-таки новые инициативы звучат и не только от президента Украины Владимира Зеленского, но и со стороны международных партнеров. Вот эта история и идея, которую уже обсудил президент Украины Владимир Зеленский с Еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсон, инициативу создания энергетического рамштайна для Украины. Что-то вроде того, что мы имеем в оборонном секторе, хотя понятно, что здесь нужно еще определенные процессы и разрабатывать, как это будет выглядеть, но мы с вами же понимаем, что и техническая поддержка, трансформаторы, те же генераторы, энергоносители, они необходимы, да, для защиты. Если мы, да, ПВО это важно, но также мы берем вот эти составляющие, которые важны нам сегодня в вопросе энергетическом. Как вы считаете, вот этот вот формат рамштайна в этом вопросе, как он скоро может заработать, как необходимо, чтобы он заработал? Более детально, что вы можете нам рассказать? Ну, он, конечно, заработает быстрее даже, чем рамштайн, который касался вооружения, по одной простой причине. Давайте вспомним, что накануне широкомасштабного вторжения украинская энергосистема была отключена от системы общей с Российской Федерацией и перенаправлена на систему именно Европейского Союза. Тогда был сделан такой тест, тест показал, что все работает, все нормально, нет каких-то там принципиальных расхождений и проблем, которые не позволяют нам действовать в рамках этой европейской энергетической системы. Поэтому уже сейчас поставки какой-то электроэнергии, они могут совершаться в оперативном каком-то порядке в зависимости от того, какие у нас потребности есть. И, насколько мне известно, такие поставки уже были. В частности, Польша это делала. Понятно, что они в большей мере пока касаются более западных регионов Украины. Но, опять-таки, поскольку у нас единая энергосистема, если туда будет идти дополнительная какая-то энергия, можно будет тогда ее перебрасывать на другие области, на другие регионы. В принципе, наши энергетики, честь и мы хвала, они с этим уже разобрались и достаточно неплохо научились варьировать вот этим напряжением, перебрасыванием электроэнергии и так далее. Понятно, что это все равно будет сопровождаться какими-то отключениями веерными, аварийными и так далее. Но тут есть объективный момент, и мы должны его четко понимать. Касательно помощи технологической, очень правильно, что на это президент обратил внимание, поскольку это те вещи, которых никогда не бывает мало, даже если они находятся на складах. И я думаю, что сейчас какое-то количество трансформаторов, всего, что необходимо, там на самом деле речь иногда идет о очень простых каких-то вещах, которые необходимы нашим энергетикам, чтобы оперативно исправлять повреждения. Эти поставки в ближайшее время будут уже сделаны, Украина получит какой-то запас, причем я думаю, что количество этих запасов будет только увеличиваться, поскольку все-таки уже отопительный период и в принципе какое-то определенное будет похолодание. Ну и плюс Европа, объективный момент, она заинтересована в стабильной работе энергетической системы Украины, в том числе из-за того, что у нас есть определенная взаимосвязь. И когда-то мы им давали энергию, когда им надо было, и мы им помогали, и теперь их очередь помогать нам и перебрасывать какие-то остатки этой энергии, излишки точнее, да, этой энергии, которая у них есть для того, чтобы мы держали свою систему в определенном балансе. Поэтому я думаю, что тут как раз не будет это все растянуто во времени, в силу того, что определенная подготовка была проведена еще гораздо раньше. Ну и есть четкое понимание у Европы, что этот вопрос, он даже вопрос сейчас более важный в каких-то моментах, нежели вопрос конкретно военно-технической помощи. Почему? Потому что это тоже гуманитарная и национальная, по большому счету, безопасность. И если Украина в этом выстоит, она, соответственно, выстоит и на поле боя. Тут очень важно также заметить, не единожды читал в Твиттер такие заявления, не знаю, насколько боты, не боты, живые люди на английском языке позиционируют себя как жители Соединенных Штатов Америки. А как это так получается, что у украинцев появляется свет за несколько часов, даже за сутки, если президент Украины рассказывает о 30-40% уничтожения энергетической инфраструктуры Украины как раз? Тут, возможно, вопрос больше об эффективности украинских энергетиков, о которых вы в том числе сказали. Как так получается? Быстро восстанавливать, но в то же время Зеленский говорит об уничтожении почти половины энергоструктуры украинской. Ну, тут момент в том, что президент говорит о том, что наносятся удары и выводятся из строя, скажем, 30-40% этой энергосистемы. Понятно, что энергетики чрезвычайно эффективно работают с утра до ночи, у них нет никаких перерывов, и их работа не сильно отличается сейчас от той работы, которую наши парни и девушки делают, например, на фронте. Потому что они тоже под обстрелами часто этим занимаются. Плюс тут все-таки момент еще в том, что, ну, американцы, ну, если это американцы, что тут вопрос, да, конечно, есть. То есть, может быть, это какие-то боты там, они не понимают просто суть и специфику работы нашей системы. Она связана в единое целое, и, в принципе, это позволяет где-то перебрасывать необходимую энергию в какие-то там регионы для того, чтобы удерживать какой-то более-менее там баланс для того, чтобы проводить ремонтные работы. Поэтому это исключительно вопрос эффективности этих ремонтных работ, во-первых, да, и, во-вторых, в том, что наша система все-таки не настолько отсталая, как о ней кто-то бы хотел там думать, да, вот говорили, что это же еще там наследие советской системы и так далее. Но давайте откровенно, по большому счету, значительная часть этой системы, она была модернизирована, туда были внесены определенные изменения, ну и плюс есть помощь наших европейских партнеров, которые и предупреждают, и дают какое-то необходимое количество этой энергии для того, чтобы поддерживать минимальный там уровень работы, ну в определенных, скажем так, регионах. И сейчас просто эта помощь будет увеличиваться, и я еще раз повторюсь, рано или поздно мы придем к такой ситуации, к определенному балансу, что сколько бы россияне не наносили удары, это не будет очень сильно, вот по крайней мере так, как сейчас, влиять на нашу энергосистему. Это объективно, у них ракет больше не станет, а вот у нас средства эти ракеты сбивать станет больше. Можно тут поспорить по поводу больше не больше, сообщая средства массовой информации, хотя в Пентагоне не подтверждает эту историю, потому что Иран готовится передавать новые вооружения, ракеты Залфагар в том числе, не ошибаюсь, они так и называются, ракеты, которые могут заменить в том числе Искандеры, которых осталось 13% до периода, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, ну вот что важно как раз, да, Владимир Путин до начала полномасштабной агрессии против Украины там ежегодно посещал определенные выставки военно-промышленного комплекса Российской Федерации, наверное, сейчас стало очень популярным видео, где Путин щупает армейца, я так могу сказать, собственно, точнее форму армейца, где якобы ткань выполнена из металла, если мне не изменяет память, которая способна отражать осколки от снарядов, которые разрываются рядом. Вам не кажется, что вот передача поставки вооружения с Ирана, Новак буквально недавно вице-премьер рассказывал, скажем так, за что Россия получает вот помощь от Ирана, в том числе из увеличения экономического сотрудничества, ну тут просто аплодисменты, от большой восьмерки, от группы восьми до сотрудничества со страной, которая находится в изоляции уже десятилетия. Собственно, вот это вот сотрудничество, оно показывает, насколько Россия зашла, ну в глухой угол, по сути дела, в дипломатии так точно. Ну она зашла в глухой угол в первую очередь с точки зрения восполнения своих запасов вооружения, мы должны это четко понимать, да, что по дипломатии все понятно, ну раньше он там, Путин встречался с лидерами крупнейших стран, а теперь он присылает президента африканской страны в качестве посредника, чтобы он что-то там рассказал Зеленскому по поводу необходимости переговоров, потому что Эрдоган уже даже отказывается это делать, да, и понимает, что нету никакого смысла с Путиным нормальные там отношения поддерживать. В плане вот этих технических поставок, ну это, во-первых, о коррупции, которая была в России, и которая сохраняется в России, те миллиарды, триллионы даже рублей, которые они тратили типа на армию, значительная часть из них, скорее всего, была разворована. И поэтому они вынуждены вот искать такие поставки, ну давайте скажем откровенно, не от самой технологически развитой страны, которая является Иран, и они пока делают ставку на вот эту массовость, на то, что просто они накупят этого ржавого железа, и просто в силу количества этого железа они будут создавать какие-то проблемы там для Украины. Но опять-таки мы видим, что ситуация постоянно меняется, она меняется не на пользу Российской Федерации, и у них ресурсы, ну как бы это, возможно, странно не звучало, для такой страны, как Россия, которая имеет огромное количество ресурсов, у них именно военно-технические ресурсы, они быстрее истощаются, чем у нас появляется оружие для того, чтобы этим ресурсам противостоять. Тут же есть еще один такой момент, они не могут отстрелять все в ноль, они должны оставить определенный процент ракет, это около 30% в среднем, если брать, которые нужны стране просто для обороны, грубо говоря, от возможных каких-то там других войн, конфликтов и так далее. Они же не могут полностью оголить все границы, потому что на них тогда по-другому начнет смотреть не только НАТО, которая не собиралась никогда на них нападать, но тем не менее, на них по-другому начнет смотреть, например, тот же Китай, который начнет понимать, что ситуация очень сильно поменялась и поменялась не в пользу России. Поэтому у них все достаточно печально в этом плане выглядит, вот из-за этого как раз вот эти истерики с массовыми обстрелами критической инфраструктуры Украины, чтобы хоть как-то что-то показать, что вы вынуждены будете с нами считаться, у нас есть какой-то еще инструмент влияния на вас, но вот мы его будем максимально использовать. Кстати, с ядерным оружием и с той дубинкой, которую они махали, оно не очень получилось, и они на какой-то период вообще отказались ее вспоминать, про нее говорить, и даже по некоторым моментам сдали назад, что мы ничего такого не имели в виду и вообще даже не подразумевали его возможного использования. Да, я благодарю вас сейчас ответить на вопрос, который я очень часто нашим экспертам нашим задаю, военным именно, да. Я несколько раз спрашивала от Александра Коваленко, мы часто его, а вы уже показали, да, благодарю наших коллег, спрашивала про то, могут ли использовать россияне весь арсенал и ракет. Вы сейчас ответили тоже частично. Я хочу вот это показать, благодарю своих наших коллег в редакции. На самом деле, да, россияне там радуются отсутствию света в домах украинцев. А посмотрите, вот уже несколько дней, Волгоград, 200 тысяч живут без отопления, без воды. Мэрия Волгограда пообещала отдать воду 1 ноября хотя бы тонкой струйкой. Волгоградцы надеются уже хоть на какую-нибудь струйку, это называется так материал в издании, да, вот сейчас можем посмотреть. Живут вот таким вот образом, без ничего, водоснабжения нет, отопления нет, а радуются. Если живут, смотрят нас сейчас в Волгоград, так далее или нет? Мне интересно. Нет, пока нет, у нас сегодня работа продолжается. Вот сейчас вот мы видим вот то, что произошло, это прорыв канализации. Продолжают пока вот радоваться тому, что происходит в Украине. Если сейчас смотрят нас волгоградцы, напишите нам в чат, в ютубе, я слежу. Сейчас хочется узнать все-таки судьбу этого Волгоградского струйка. Есть ли в Волгограде вообще вода? Ну, это как раз к аспекту того, да, что политика нынешняя Российская Федерация, она заменяет какие-то внутренние изменения кардинальные, которые необходимы Российской Федерации, на определенные такие военные успехи. Но ведь сегодня мы очень часто, кстати, об этом говорили, о том, что, ну, насколько долго можно будет заменять внутренние перипетии, внутренние, вот, дайте нам воду хотя бы до 1 ноября, надеюсь, что дали все-таки. На, вот мы уничтожили в Киеве несколько теплоэлектростанций. Опять-таки, ну, такой информации сыт не будешь. Ну, безусловно, на россиян где-то уже начинает, наверное, однодействовать, они задают вот эти неудобные вопросы. Ладно, там у них нет света, но у нас же войны вроде как бы нету на нашей территории, почему у нас его нету? Но, к сожалению, тут надо констатировать, что определенный ресурс, вот, забивать еще головы своим гражданам подобной пропагандой, у российской власти остается. И это как минимум может быть там, ну, до полугода, возможно, больше, возможно, где-то меньше. Тут много на самом деле зависит еще от ситуации непосредственно на фронтах, поскольку если там будут продолжаться эти поражения, которые Россия сейчас несет, то им все сложнее будет объяснять, а почему у них ничего не меняется внутри страны. Но, с другой стороны, рано или поздно эту плотину, скорее всего, прорвет. И, зная вообще, как это все всегда происходило на России, это будет очень неожиданно даже в какой-то мере. То есть это не будет, знаете, какая-то там запланированная акция протеста, какая-то революция, которая долго там начнется. Это будет такой беспощадный, бессмысленный бунт, но он перекинется сразу с одного региона на другие регионы, и тогда вся система, которую Путин столько лет, больше 20 лет выстраивал, и которую все считают очень крепкой системой, она рассыпется просто в один момент. В конце концов, есть же опыт того же Советского Союза. Никто даже еще в 89-м году там не мог предположить, или в 90-м, что он так легко, ну, относительно, да, там, относительно бескровно, например, там, распадется, да, на 15, там, государств. Некоторые государства будут иметь еще какие-то проблемы внутри, но это уже как бы другая история. С Россией, мне кажется, ситуация будет очень похожая. Единственное, что распадется она, или там начнутся какие-то процессы дезинтеграции, далеко не мирным путем. И вот создание вот этих частных армий, которые мы последние, там, несколько недель обсуждаем, по большому счету, да, в России, это как раз подготовка к подобному распаду и к тому, что элиты уже понимают, что, что бы Путин ни делал, финал будет, мягко говоря, не очень позитивный. Ну, надо просто к этому финалу начать уже готовиться, чтобы потом сохранить все ресурсы, все возможности, которые они имели до сегодняшнего дня. Спасибо вам огромное за то, что стали частью нашего эфира. Я вот скажу точно, нам в чате ответили все-таки. Видите, вот как только мастер прозвучал, вот пишет нам наша зрительница «Любовь». Воду и отопление отключили в двух районах, и не было пять дней. Воду набирали из луж частично. Сегодня воду дали, но не везде. Это в городе, где нет полномасштабной агрессии, соседнего государства. Это важно, я думаю, замечать. Спасибо вам большое. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Игорь Рейтырович был с нами на связи, украинский политолог.